блин ребят вы дико меня извините но у меня не сохранился эфир просто потому что разрядился телефон прикиньте какая жесть в общем все то о чем мы с вами болтали до этого ничего не сохранилось потому что разрядился телефон просто вырубился пока я нашла зарядку пока я подключилась пока заново вот это все включила короче предыдущий эфир ссоре но не сохранился вопрос все пропали поэтому если я кому-то на вопрос не ответила задавайте вопросы снова потому что я олень у меня разрядился телефон как-то так поэтому да все кто заново присоединяйтесь привет 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 но короче вопросы ваши все пропали поэтому задавайте заново ночи вопросы я не ответила кому ничего не сообщила если вдруг что-то пишите в личку вот короче я тупи так давайте подключать пока лайкайте давайте пока всех подождем пару минут и продолжим тогда дальше где я думаю я думаю мне так и не ответили сейчас пойду заново всем отвечать так понеслась начинаем да все вопросы ребят пропали поэтому задавайте их заново так вот прям открываю ваши вопросы что с гобозовым честно не в курсе знаю что он не общается с мамой не выходит с ней на связь и поэтому она там переживает поднимает бьет тревогу честно где он не знаю говорят в запое но честно не хочу верить слухам не знаю поэтому не могу сказать куда ушла ермакова юля а кто такая ермакова юля что вас волнует куда она ушла где я купила квартиру квартиру я купила в видном город видно это на юге 4 километра от мука ближняя подмосковье прямо самая ближняя домкада 10-15 минут 10 минут даже ну короче как то так кем работы в доме 2 у меня две ставки я занимаюсь кастингами и являюсь креативным редактором дома 2 поэтому дома сидеть или лежить сижу вот так сижу и с вами общаюсь вот счастье мне спасибо правда спасибо очень приятно смогла бы коротко подстричься после ухода из дома 2 и походи с нарощенными волосами убила волосы дурацкими наращиваниями некачественными окрашивание так далее отрезала корея но скажу так а корея мечтают те у кого его не было как только корея начинает отрастать это бесит это дико раздражать потому что ну в шопу к черту это коре нет я наоборот хочу отрастить волосы и максимально чтобы они у меня были длинные сейчас нарастет тушу убиты свои волосы а очень хочется с длинными пухать особенно перед праздниками типа 8 марта и дня рождения посоветуйте процедуру лица вы слушаете это сложно потому что я не косметолог я не знаю сколько вам лет какие у вас проблемы я не видела вашего лица там без фильтров и так далее не знаю какую задачу хотите решить но то есть как бы тут много есть но проще напишите в личку и присылайте фото посмотрю на вас сколько стоит ринопластика ну ринопластику когда я делал это было 2014 год пять с половиной лет назад это было вончу все время бежит это стоило 260 тысяч сейчас наверное это стоит дороже поймите цена зависит от того первичная или вторичная насколько у вас сложный исходник вопрос чего хотите но там как бы много нюансов поэтому тут у вас проще врач сориентирует на конскольку консультации ваш ничего не терять они бесплатные на консультации все расскажут общаюсь я с гобозовым нет не общаюсь просто не понимаю чем можно с бывшими общаться балакову тоже привет пишите каким городам передать привет передам так реально ли в сссл переселяют пару в дом и наоборот грядут перемены пока не буду красота раскрывать всех тайн но могу сказать с марта месяца многое изменится вы будете в шоке в общем ждите марта месяца все что могу вам сказать где найти такую красивую девушку как я а мне вот говорят я то щелкунчик то на морозка похоже то страшилище лесной то еще как не как никак не пишут там уязвленные женщины поэтому вопрос внешности он такой относительный так привет с мариуполя мариуполя тоже большой привет как на личном фронте нет в сердце новых чувств нет я так за два месяца не умею честно переключаться я открыта к общению но пока на этом все нет я не закрываюсь я общаюсь я хожу в кино встречаясь с подружками встречаясь с друзьями открыто к общению с мужчинами но чувств новых нет пока нет добрый вечер соседка тут пишут привет общаясь с леной буш мне честно сто лет не общалась вот но была брата сильно пообщаться выходи почаще у тебя такой график адский что с моим графиком выходить в интернет в прямой эфир ну мне кажется так часто не получится это раз во вторых я не знаю нужно ли вообще выходить в прямой эфир вам вот интересно со мной общаться не знаю там есть какие-то вопросы вы готовы мне лайкать у вас вы хотите обратной связи то есть если интересно но я буду стараться выходить чаще без проблем рассматривали я вариант родить для себя сто процентов нет потому что это не завести животное что значит родить для себя то есть обречь ну то есть получается я обрекаю своего ребенка на то что он будет расти без отцовщины я рожу его от первого встречного без любви без чувств мне кажется буду ненавидеть этого ребенка нет однозначно нет для меня ребенок это продолжение любимого человека это плод любви это ну немножко другие вещи я вот так честно может получу ну в общем рожать для себя нет не хочу я тебе нравлюсь купи слона 5 5 5 а мы знакомы как я могу оценить по аватарке так ты там мелкий я визуально не оцениваю людей казань привет передает о орел привет передает земляки мои вопрос так вопрос от моей коллеги если бы можно было без вреда оставить один продукт либо молочный шоколад либо нутелла чтобы я выбрала молочный шоколад наверное от нутелла я просто дико поправляюсь на сейшелах я первый раз поправилась на 7 килограмм как раз на нутелли хлеб был нутелла и кофе с молоком у я так нормально раздобрял на нутелли вашим родителям взять не нужен я так шучу такой даже моим родителям не нужен но нет это же ничего речи на прошутка такая есть вот но вообще моей маме взять нужен только взять должен быть любимой мною так я тебя представляю свадебно платье в италии на берегу моря красивого жениха родные рядом ой я себе прям вот вы сказали я себе это представила я не против я только за где встретить нормального мужчину хорошего интересного эрудированного который был мне интересен так будем искать какая мне модель телефона у меня iphone а иришка палубнева привет такая погодка в москве слушай в москве плюс 6 не знаю насколько тебе поможет но это жесть у нас кстати сегодня побит а я смотрел маску 24 сегодня побит рекорд за весь двадцатый век то есть не было за двадцатый век ни разу такой погоды то есть было 3 градуса это было в 1925 году в январе то есть мало того что у нас сегодня зафиксированы 4 и 7 или 5 и 7 не помню точно но этот рекорд более ста с лишним лет не было ну то есть как бы это вообще трэш плюс нас не будет сибирских этих крещенских морозов короче в москве прям весна снега нет одни луж по колено так нелли развелась или пиар-ход ребят ну джейс никаких вещах не пиарится не будьте вы такими циничными да ребята разводится так орел город привет могилев привет ты стройно занимаешься спортом я стройно ребят я поправилась на 6 килограмм знаете сколько я сейчас вешу 66 килограмм я просто редкостный слонопотан которого давно свет не видывал мне бы дать себе пенделя хорошего под зад и начать заниматься спортом мне кстати рома капаклы прописал программу питания вот завтрашнего дня я начинаю решил начать с выходных они с понедельника потому что каждый раз откладываю на понедельник понедельник в этой жизни не наступает поэтому я наоборот буду заниматься спортом дома и придерживаться питания хотите со мной я только за так венец и тоже большой привет белоруссии привет раньше было 15 участников сейчас у нас их не 50 а 45 где-то есть лимит есть лимит около 45 человек и он и есть плюс-минус пара человек там богу привет я кстати была в тамбове какие процедуры ли уколы я делаю я делаю биоревитализацию недавно делала альтера у марины у косметолога виоланты делаю до особо такого-то прям ничего но ботоксом я подкалываю лоб и межбровку все да мне кажется в 35 лет еще не сильно много надо что делать у косметолога но вроде так нормально выгляжу это с учетом что я не накрашена и вообще сегодня болею так на секунду киев мой любимый киев привет большой мой самый родной любимый город обожаю киев мне там бабулечка так гомелю передаю привет мужу миши огромный привет тут просит по ходу жена передать натали вот поэтому передаю вам большой привет я очень похорошела блин я по ходу может болеть надо начать или краситься перестать как только я заболеваю или не накрашусь вы говорите так хорошо выглядишь можешь реально просто я зря крашусь так ярко что-то мне просто вы все так комплименты в ли так смотрю на себя думаю да ничего вроде такая телка вот ну может правда надо минимум но у мэйка сочи привет питер привет так вы не хотите ли быть моей девушкой начать встречаться я хочу начать встречаться с тем мужчины которые у меня будут эмоции интерес и влюбленность а просто с мужчины гипотетически с любым встречаться нет не хочу не в обиду ганг но не хочу после орла как живется в москве аху потому что перспектив много возможности есть и зарабатывать получается и путешествую ну в общем мегаполис это не провинциальный город каш разница есть так катерине искай оператива большущий привет так вы говорите если вам интересно чтобы я выходила чаще в прямой эфир без проблем ребят я буду делать это чаще как решила завести собачка честно но в моем как раз случая то очень объяснимо но представляете вы живете с парнем у вас налаженный быт вы готовы к переезду планируете семью детей расходитесь цинично по предательски очень тяжело конечно у вас в душе остается пустота и рано но логично и пока у меня нет мужа и семьи а очень хочется о ком-то заботиться потому что накопленную нежность и заботу хочется кому-то подарить я решила завести щеночка по грамм скрасить пока мои дни одиночества и потом в дальнейшем станет хорошим другом моим деткам хотя бы ребеночку потому что говорят что шпицы очень коммуникабельные позитивные в общем то что надо короче нос чешется адски просто вообще я вот сижу с вами общаюсь и тоже чешу его мама у меня в москве живет мама в москве живет с 2011 года уже девять лет работает живет в москве в общем у кайфует сейчас это задача на маме тоже квартиру купить ты хочешь быть в доме 2 я и так там каждый ребят меня за кадром нахожусь и работаю в доме 2 уже уже короче в мае месяце будет 6 лет как я работаю в доме 2 веселье короче 6 или 7 лет я уже в доме 2 за кадром то есть я готова остаться без детей если не встречу мужика я встречу мужика и пусть у меня будет поздний ребенок но я рожу ребенка я после сейчас не готова выражать без любви а бэка да я говорила если вдруг мне не получится в ближайший год встретить мужчину а бэка я уже думала так кто-то дразница говорят от париж привет передает блин я очень мечтаю париже честно а много русских в париже вообще я бы честно прилетела бы в париж если бы кто-то мог мне его показать потому что по-французски я не говорю моего английского хватит только с переводчиком ходить с гуглом по ходу вот поэтому на паре а париже я мечтаю честно это прям моя мечта мечта так вот хоть кто-то разделяет мою точку зрения по поводу рожать для себя ну блин я не знаю мощь какой-то не такой человек наверно знаете как если я жила в маленьком провинциальном городке вот на данный момент и на меня давили бы родственники окружения что вот тебе 35 ты не замужем давай бегом рожай наверно да я бы под давлением общественности и окружения родила бы для себя и сделала бы себя глубоко несчастным человеком но благо я живу в москве здесь люди относятся к этому спокойнее свободнее ну сейчас возраст вступления в брак значительно стал старше то есть на 6 лет прикиньте по официальной статистике средний возраст вступления в брак точнее средний возраст рождения 30-35 а вступление в брак не 23 как раньше а 28 прикиньте то есть люди повзрослели возрастом вступая в брак так скажи пожалуйста про карину сейчас скажу про карину подумайте рекламу тушь каждый раз как только я выкладываю карину не пишут на хрена ты ее рекламируешь она же такая такая ребят мне честно я карине обращалась дважды у меня я уж рассказываю ситуацию у меня была дикая порча просто адский сглаз и кожа мокла гнила ну короче есть глазливые люди и поверьте не батюшка в церкви не средства дерматита ничего не помогало когда я чухалась как вот и не знаю просто как барбос и все лето проходила в водолазке вот с таким горлышком она мне просто за неделю за две убрала все это я верила честно в дурную энергетику что есть такие люди которые могут позлорадствовать ну вот как бы и сердцах пожелать тебя ты потом вот можешь это все ну как бы вот на себе принять поэтому да карина правда мне помогла реально я прям безумно и благодарна а потом она не раскладывала на будущее как раз тоже на картах на картах делал обряд и тогда я ей не поверила хотя она мне все что в моей жизни сейчас происходит она мне это еще сказала полгода назад но я просто как мой фигня какая чё она там говорит реально казалось так ну в общем короче в моей жизни правда это было когда по моим прикидкам я смогу въехать в квартиру ой пока я рассчитаюсь с долгами пока обставлю мебелью и так далее я думаю не раньше осени потому что я делаю ремонт дорого обстоятельно сейчас делаю его вообще сама никто мне не помогает поэтому думаю не раньше осени а что с тем бывшим а что с тем бывшим бывший остался бывшим если найдете скажите где искали обязательно какой режим помогать чтобы привести себя в форму правильное питание отсутствие сладкого и мучного ами для меня это самое сложное и какая-то физическая нагрузка и баланс воды в организме то есть на самом деле ничего сложного но как оказалось это сложно один которому 29 лет и который салматы не трать время правда я не ознакомилась в интернете с целью найти себе мужика я хочу встретить его имя должна искра возникнуть но правда я не ищу мальчиков моложе себя не трать время мы можем неплохо общаться но на этом все так ресницы да у меня нарощены бывшие хотел вернуть отношения делал много потом попыток и и цветы дарил и слова красивый говорил раскаивался и вир и вижу по его поведение что раскаивается но я не смогу это принять и простить поэтому но нет ребят не берегите пожалуйста не ковыряйте нет это я же сказала эта точка но зачем по сто раз об одном и том же кого в краснодаре минус три днем а в москве плюс 5 хотя краснодар южнее намного как-то так в питере плюс 6 все мировые рекорды бьем по теплому январю с глебом жемчуговым я не общаюсь оля рапунцель когда уйдет у него никому не вопрос задайте его оле так только мне стану приятно и спасибо что лайкайте какой у меня рост роста меня сто семьдесят пять сантиметров метр семьдесят пять вес сейчас шестьдесят шесть килограмм шестьдесят семь даже почти короче кабан я редкостный почти семь килограмм нажрала к сожалению бывают ситуации когда ребенок безотцовочно прижиматься согласна но этот ребенок наверное был зачат в любви и и в отношениях с мужчиной да он потом оказался там не самым лучшим отцом и так далее но по крайней мере вы его рожали в любви я не хочу без любви рожать ребенку ничего за бред я буду ненавидеть ну потому что не испытывая чувств но это нереально вот еще он не тот орел привет передает донецк привет делаю биоревитализацию каким препаратом сказать не смогу это может сказать только мой наверное косметолог но я могу вам в директ если вы мне напишите кинуть ссылку на своего косметолога без проблем пил какие люди привет приветик тебе так вот я говорю что вам интересно меня слушать и не поверь оказывается вам не интересно слушать прикольно лицо светится ха ха блин ну не знаю насчет светящегося лица походу мне надо перестать краситься ярко тогда вы говорите все что я отлично выгляжу казань привет молдова привет молдова привет так я буду в купальнике выкладывать фотографии вот с момента августа месяца я поправилась на 7 килограмм уже вот теперь день рождения пора снова скидывать в тамбове да давно было в тамбове я заработала свой первый гонорар как от рекламного агентства да вот тут тоже кто-то киев любит передает мне привет совет от меня не красятся че реально не краситься ребят ну-ка скажите мужчина в группе полно фоток у меня в аккаунте где я накрашиваю и вот по минимуму одни стрелки нижние ресницы может правда не краситься так белорецк привет передает воронеж привет передает так тоже с понедельника я с завтрашнего дня потому что с понедельника никогда у меня ничего в жизни не происходит германия привет передает так вот губы за контур красить не надо да мне постоянно говорят на хрена я накачала губы я их не качала я просто их крашу выше контура потому что мне нравится когда губы больше увеличивать страшных губы на самом деле тоненькие но украшу я их обычно обвожу выше контур вот вообще не накрашены так омск привет так я похорошела ну спасибо в омске конечно было мы у вас вообще кастинг проводили приезжали с гриценко так как я думаю если будущее у капаклы африкантовы конечно марина для своего возраста очень инфантильная девочка а рома капаклы развитые не по годам поэтому конечно у них по ней очень хорошо гармонируют друг другу подходят друг другу я искренне спасибо очень приятно правда надежь уже так дружили с рима не оставляя ее у нее проблемы так это не я и осталась в своем уме это рима тут обложила меня матами отписалась и не общается со мной я с ней не ругалась я просто охренела от такого общения но как бы если рима извиниться я готова ее выслушать я от нее не отказывалась у нее проблемы а у меня не проблемы ну то есть я от нее не отказывалась момента когда у нее проблемы но как только у меня случилась первая сложность рима сразу мне показалось у истинное лицо но извините нас чувствуется вот реально просто нос раздирается просто единственно думал что у ребра с красный не знал наверно не видно но вот и видимо но то что болею может хрен знает не знаю как называется покраска покраска чего а какой покраски речь идет плохой звук ребят ну это у меня голос плохой честно я просто больно напрягать и говорить громко потому что прям больно реально то есть вот как могу громко так говорю с вами ребят давайте разберемся я риму не бросала вопрос римы закрыт рима сама отказалась от меня оскорбив меня обложив матом вывалив все это в интернет отписалась от меня заблокировала и не общается вопросы не ко мне русских в париже дофига рожать для себя вопрос для себя я уже объяснила закрыт для себя рожать не буду все у меня получится поеду в париж втроем так я вообще планировала через месяц в париж на недельку на пару деньков хотя бы это что-то как-то быстро сначала на мужчину встретить так ростов-на-дону привет передает слушайте кто в 13 рожает ради бога это брошенные несчастные дети которых просто вот мне жалко честно не хочу в 13 рожать и для себя не хочу рожать но для меня это из крайности в крайность о мух един привет большой тебе а ты говоришь что думала про эко ну это заморозил свои яйцеклетки ребята когда появился мужчина искусственно себя оплодотворил это твоя яйцеклетка с любимым мужчиной я не планировала рожать для себя от абы кого заморозив свои яйцеклетки вы как-то меня видимо не неверно поняли я говорил о том что если я за этот год не встречу мужчину конечно в 37 38 и далее будет рожать сложные если вы для этого физические предписания конечно я заморожу яйцеклетки потом просто сделаю это с любимым человеком может быть он мне в 40 встретиться просто родить 40 уже не смогу или в 50 по крайней мере они уже будут яйцеклетки я ну как бы собираюсь сама родить просто путем искусственного оплодотворения если вдруг так не получится я надеюсь объяснила достаточно понятно как узнать что порча по лицу видно разве да поверьте по лицу порча видно даже мама умеет определять порчу но просто тот момент ее не было в москве что думаешь насчет снился господи вот честно я ни разу в жизни пробовал никакую наркоту не вот эти с куриного помета вот этот говно снился не все остальное не марихуану ничего то есть я человек который вот поверьте мне на слово не знаю привыкните есть такие люди которые ни разу в жизни пробовали наркоту даже косяк даже ну там марихуану куда монашу даже вот что угодно я даже кальян никогда в жизни раз не курила вот честно я горжусь тем кстати напишите номер карина напишите мне в личку я вам напишу номер карины я не боюсь остаться без детей потому что я считаю что лучше я рожу поздно ребенка но по любви нет не боюсь я знаю что ребенок у меня будет напиши пост про карину зайдите ко мне в ленту пост про карину в ленте есть полистайте все увидите добавь пожалуйста в эфир ты простыла немножко до эфир я попробую сохранить я простыла не то слово мне ночью было 38 и 6 цвет волос красивый честно я не красился уже с июля месяца прям кроссе просто тонируюсь если кому интересно по тонировке мастера могу прислать тогда я сейчас чувствую как роботы разберете по частям волосы зубы нос что там еще с колами надо сделать говорите губы чё еще надо на не хочешь ли ты коры нет не хочу люблю длинные волосы машин не хочет меня честно очень хочу но честно у меня просто много долгов по ремонту и тут бы мебелью обставить а так вообще честно очень хочу продать машину и купить что-нибудь другое если кто-то знает как это сделать быстро чтобы подобрать сразу что-то новое вот я была бы счастлива кто мне помог да реально вот ногу про карину не думайте что это реклама то есть ну как бы тут вообще как его прямой эфир не про карину но вот я к ней дважды обращалась теперь то же время прошло не страшного этого не писать какие мне были струбки на теле просто как пёс шелуде у меня от макала кожа волдырями покрывал основа мокла сушил короче жесть вот правда я прям пережила адское позапрошлогоднее лето мне кажется я идеализирую любовь нет понимаете любовь она созидательная она не разрушающая она движущая сила это то что двигатель тебя я как раз ее не идеализирую мне есть чем сравнивать вот я считаю что любовь это вдохновительный момент а не саморазрушающий нет при росте 175 я не влезаю ни в одну одежду кроме спортивных костюмов и вот таких вот пижам поэтому нет мне комфортно весе 60 это идеальный для меня вес поэтому нет как думаешь может и другой мужчина полюбить чужого ребенка знаете по-разному бывают ситуации я знаю случай где могут полюбить знаю где не могут полюбить тут все индивидуально и так и так бывает честно выходи нормально я все хорошо дома приболел немножко так все хорошо саша струнов я не гоняюсь за намулеванными парнями и я еще себя хорошего простого человека у меня к нему требований немного я хочу чтобы у нас была взаимная любовь я хочу чтобы он умел зарабатывать деньги я хочу чтобы он был открытый не испорченный чтобы мог обо мне позаботиться чтобы хотел и совпадали мы с ним в планах на жизнь он хотел семью и детей вот собственно такого мужчину я ищу что который с образованием которые интересны которыми станет хорошим партнером вот такой мне нужен мужчина как бы я считаю что ну как бы у меня не такие большие требования рано или поздно такого мужчину я встречу я верю в любовь я считаю что никогда нельзя отчаиваться вот пусть мой собственный пример как в 35 лет не опускать руки хотя ситуация патовая на самом деле 35 не замужем ребенка нет принадавайте распоните меня но я считаю никогда нельзя отчаиваться и всегда нужно верить и идти на встречу эмоциям это единственное что мне двигает я могла бы встретить просто любого мужика залезить от него родить для себя я так не хочу я считаю ну как бы я не готова предавать себя и свои идеалы я считаю пусть я буду тем примером для отчаявшихся возрастных девчонок которые хотят встретить любимого человека и хотят семью и детей я встречу пусть 36 пусть 37 но я хочу по любви так нелли просит лет нелли передает себя большущий привет так когда у меня день рождения рождение у меня 5 марта вот поэтому тут осталось то полтора месяца ну там очень больше ладно вот поэтому скоро скоро когда я была в киеве да вот недавно летом летовки а нет уже полгода прошло полгода назад в киеве было без косметики лучше пишет ну ладно при минимум макияжа круче пассе либо волгодонскую привет хотел бы перекрасить волосы в темный цвет я была брюнетка мне не нравится не идет некомфортно я выгляжу старше у меня сразу но у меня овал лица но вот заметьте немножко неровный но такое лицо узко ведь и треугольный но как бы острый подбородок и вот такой она скошена и она становится просто очень резко выделенным если у меня черные волосы но темный поэтому нет не хочу в темный цвет так мне этот цвет к лицу он какой-то это трусый я просто ушла от кипельного блонда немножко так в более натураль ну я честно да стараюсь отвечать на вопрос иначе бы зачем вы мне их задавали вы же хотите обратной связи вы вот меня лайкаете задаете вопросы я понимаю что я сама с собой разговариваю из ума не выжила вот мне приятно вам отвечать стараюсь честно быть вообще считаю что честность это самое лучшее оружие вот так лучше на самом деле чем занимать в свободное время да как и все хожу в кино отсыпаюсь встречаясь с друзьями по-разному да я читал что пишут рапонцелем плюнули в еду я считаю люди дебилы идиоты и тот кто это написал унижает себя в первую очередь ну то есть ну жесть не люди а животные как тебе мог нравиться глиб толстый некрасивый вы знаете глеба я любила мне нравился глеб потому что в нем были эмоции кураж драйв мы с ним совпадали в физике впервые кстати глеб это единственный мужчина с кем я впервые испытала чувство страсти в 25 лет до этого никогда в жизни его не испытывала поэтому с ним было много хороших моментов делаешь не во внешности кому-то худой не понравится кому-то толстый кому-то рыжий не понравится кому-то белобрысый мне кажется вопрос не в этом так писть хорошенькая ну ладно так рима обидчивая да ради бога в смысле там тяжелая ситуация ребят в смысле у нее никто не умер она ни с кем не рассталась в отличие от меня у нее не предали она не рыдала то есть ребят а у меня не тяжелая ситуация я рассталась мужиком и продолжала с ним работать в одном кабинете захотела выдохнуть резко уехала в отпуск и таких меня обложила рима столько она говна ушата на меня вылила я от нее не отписывалась не отказывалась она отписалась она меня заблокировал и значит у нее тяжелство а у меня не тяжелый ребят вы серьезными сейчас про риму правда давайте закроем тему не будем арене ну правда для меня она просто вот хамка и точно не друг который вот в такой тяжелейший для меня ситуации всех все мои страхи то что я боялась остаться одна и вот вот так тяжело расходил с мужиком она меня не поняла не поддержала для меня это не друг друзья так не поступят ну реально друзья всегда тебя поддержит у меня все друзья восприняли правильно то что я уехала все сказали ну блин одежде надо выдохнуть и только рима меня обложила матами а я что что-то такого сделать чтобы я матами обложить но вот вы серьезно реально давайте не будем про рима ну правда как мамуля поживает мамуля отлично поживает помоле у меня в этом году классный руководитель у двух девятых классов в одной параллели это жесть она просто у меня не знака в таком графике работает на в этом году выпускает два девятых класса ну в общем как то так тот тост который написал рустам солнцев про тебя это правда честно не читала пост рустаму и не могу понять о чем речь напишите о чем я скажу правда или нет так на неделька в комарово я уеду до 2 до хотелось бы уехать до 2 точнее до восьмого в париж я прям уехала на день рождения пару дней застала перед 8 марта прям идеальный вариант привет из одессы тоже привет большой одесса это родина моей маму ли моя мама родилась в одессе кто не знает под одесса в котовске точнее так я мудро вот не кстати все гости я порядочным утром и кассе такая дура дурой столько ситуаций в жизни переживала каких-то таких дебильнейших оказали кого-то я мудрая поход сапожник без сапог и я так понимаю как порча определять по лицу ребят я не умею для этого надо обладать знаниями это должно быть дано тебе изначально поэтому не ко мне вопрос но знаю что многие люди умеют это делать так большая большая молодец это точно килограмм на 7 сейчас больше это молодец всему свое время не понимаю когда рожать под полтос слушайте а мне кажется рожать надо в любви если в 50 человек отдает себе отчет что ему хватит сил возможности денег здоровья и желания может рожать и под полтос скорость его вся европа рожать под полтос и ничего нормально живут же как я отношусь к алкоголю слушайте ну я живой человек я могу выпить в компании вообще с подружками мы сюда по сухому винчику по сырку по виноградику то есть прям классика там соскучилась поэтому могу в компании корпоратив пожалуйста тоже могу выпить я живой человек которому свойственно побухать иногда поэтому ну чё ничего нормально спокойно отношусь не закодирована это хороший такой антистресс то есть расслабиться можно но не перебарщивать с этим мне сколько лет мне 35 а насколько выгляжу так береги себя одевайся теплее это в порчу я верю я и ребят на себе испытал из глаз и порчу вывела мне карина ну блин поймите когда у вас когда папе что у вас дерматит и отправляет к невропатологу и думать что это нервное и потом тебя отправляет к батюшке в церковь и прописывают кучу лекарств от дерматита а ты чешешься как шелудивый пёс мокнешь и у тебя просто адски кожа слезает кусками расчесываешь себя право до волдырей знаете вот а когда потом за неделю тебе снимают без всяких лекарств и ты это уже не пьешь ну как бы да ребят я верю в то что есть глазливые люди которые способны навести на тебя порчу ну к сожалению да увы гобозов нашелся без понятия ребят честно так ставите цену которая нужна на новый автомобиль поверьте моя машина стоит дешевле чем тот автомобиль который я хочу и вариантами только с доплаты но понимаете надо чтобы не колымага была не рассыпалась не скрученный пробег там чтобы ну то есть много нюансов есть поэтому нужно реально хороший специалист кто в этом шарит позитивные добрые то у меня к счастью не счет тот что произошло с гобозом но я просто насколько я знаю вам потеряла искала но вроде как нашелся говорят а там не на так соликамска тоже большой привет кто присоединился так вы мне оксанчик ты пишешь три третий раз а я игнорирую пришли пожалуйста еще раз может быть я пропустила так спрашиваю ли я нет не курю и никогда не курила и даже кальян никогда не пробовала где 36 там и 40 где 40 там и 50 50 там и 60 и жизнь закончена давайте так будем рассуждать вы что хотите я об стенку головой убился сказала все жизнь закончена пошла убьюсь могу так какие еще вопросы это скоро до полтора месяца моего дня рождения от факт у кого-то тоже 5 марта поздравляем так вам нравится киев до киев очень крутой город в киев круто приезжать в мае июне когда цветут каштаны прям очень классно думал ли я написать книгу я пишу стихи и скоро готовлю третий сборник так лучше светло русова сам брэ спасибо мне тоже вроде как нравится белоруссии привет так скоро бузова приедет в орел на концерт так все-таки ее подруга из орла мы с бузовой не подруги мы с ней просто коллеги так комсомольск на море привет у вас уже утро прикольно так как то как глеб сейчас в больничке лечься честно не знаю как глеб давно с ним не общалась не видел его поэтому не могу сказать лаурита почему меня третий раз не берут прислал виску напишем в директ пришли мне последний визитку эти скажу в чем твои ошибки почему тебя не берут да я до сих пор работаю с бывшим правду он сейчас на сэшелах слава богу а я на поляне нас разделили пока на площадках зря это губы делаю как утка как так вещь с ощущение как губы не делаю с кем дружишь жизни сбузовали с бординой не стой не с другой ребята они мне просто коллеги я не общаюсь в нерабочее время с ними не поздне созваниваюсь не поздравляю не решая никаких других вопросов кроме рабочих поэтому с ними просто коллеги по работе так кто-то тоже вам болит их не боишься ли летать на самолетах нет не боюсь рожденный полк не утонет так это лена с балашихи на сами общая знакома наташ какая наташина с вами общая знакомая ты такая замороженная блин ребят я реально болею себя и хреново чувствую не обижайтесь но вида у меня сегодня так себе представляешь твоему ребенку 10 те 50 представляю но какие варианты если я рожу в 45 да так и будет моему ребенку 10 а мне 55 ничего страшного уже в новой квартире не близко упаси в наиво дай бог я к осени перееду мам бабушка ребят ничего страшного ну потому что что я уже не молодая мама оттого что сейчас захочу в душе стать молодой мамой я не стану да я уже буду возрастная мама ничего страшного какое вино предложите выпить с десертом я вино не пью с десертом я пью сухое вино с сыром десерт исключен с вином кто пивно пьет с десертом когда я принимаю на кастинг можете написать мне на телефон который у меня указан в аккаунте инстаграму и пожалуйста 8 916 907 49 46 пишите в отца без проблем пообщаемся на карина мне сказала кто не отглазил я даже я так и подозревала ну ничего слава богу это все закончилось так говорят да те кто делают гадости и порчи к ним это возвращается но как бы я даже не проверю это никак так этот пишется хорошо выгляжу спасибо так надя меня пропустила простите я может быть не заметила ваш вопрос почему антон стал ведущим так решил канал тнт и наше руководство он неплохо справляется в роли ведущего так рига тоже кстати либо я тоже хочу я хочу в эстонию там говорят очень красиво очень хочется как пережить предательство мужчины не замыкаться в себе в четырех стенах краситься общаться встречаться с подругами общаться с друзьями не игнорировать мужчин быть открытой к общению знакомству все остальное приложится со временем весь а как я позвольте себе выглядеть красиво несмотря на то что в душе хочется быть как волк так какой у меня рост метр семьдесят пять меня рост вот кто-то пишет родили в 38 и все успели ничего вот спасибо вам большое ли марта хоть кто-то один не брат о том надя ты же будешь возрастная мастер родящий ребят я понимаю прикиньте и до того как вам это написали я это тоже понимала ну а чё теперь делать но вот так у меня в жизни получилось не умею выбирать мужчин не умею в них разбираться и на того сделала ставку не того мужчину выбрал так бывает ребят прикиньте в жизни такое случается ой кто-то флава флоренция красиво ребят я не пропила лекарства они не помогали я их пила месяц или два они не помогали и курсе не закончила они не помогали за три дня действие лекарств не может возобновиться если они два месяца не помогали на ерунду не пишите как пережить предательство мужчина ответил на этот вопрос вот кто-то в 42 родила ничего короче не я одна старая кошелка которая будет рожать после 35 ну а чё делать так кем работы в доме 2 в доме 2 у меня две должности занимаюсь кастингами и являюсь креативным редактором ганг вы мне ничем не нагрубили все нормально готовы ли ок новым отношениям нет не готовы но готова к общению с людьми в том числе с мужчинами это готовы я открыта к общению к отношениям но пока нет почему не дружу с пузовой но не близки мы с ней по духу почему должны с ней дружить или она почему должны со мной дружить мы неплохо общаемся как коллеги на этом все на это не боишься ли женского алкоголизма слава богу мне это не грозит вообще кстати женский алкоголизм очень страшная вещь а наташ трекович я не знаю что в балашихе живет мне казалось что она живет на волгоград где-то я не знала что они в балаших переехали так скорее всего для выздоровления спасибо правда очень приятно безумно приятно сколько получаешь за по нормально получать давайте не будем считать мою зарплату я не буду считать вашу некорректный вопрос по поводу денег 29 выгляжу еще и выгляжу неплохо ваще огонь так то я преобразил с момента встреч с гобозом ну конечно ребят 12 лет прошло конечно люди меняются в лучшую сторону поэтому нормуль отпуск у меня только был закончился две недели назад я только вышла из отпуска пока не планировала отпуск честно брать его в марте не хочется но несколько дней я бы взяла с удовольствием хотя можно и в марте отдохнуть барни я заберу в феврале надеюсь когда он чуть-чуть подрастет так земляки мои привет вам знать но женщинам бухать нельзя согласна бухать никому нельзя мужчинам тоже плохо бухать но иногда бокал вина выпить а почему нет расслабиться с подругами а почему нет я не устала на глазки закрывать свет это у меня просто температура и меня колбасит так я спать не хочу надевы считать нормальным рожать под 50 я считаю что каждый человек сам определяет когда ему нормально я уж не знаю что лучше родить под 50 или родить в 13 давайте не будем из крайности в крайность конечно хорошо рожать в репродуктивном возрасте но жизнь не бывает по-всякому хотела бы я жить где-то кроме москвы не у меня в москве нравится не хотела бы но на две стороны наверное могла бы жить то есть на зиму сматываясь из москвы куда-то вот а потом возвращаясь обратно в москву так могла бы у меня голос классный сиплый вот кто-то пишет моя мама родила меня в 37 сестру 46 ну ничего вот я говорю не я одна такая мне 35 хочу родить второго муж пожить для себя ну тут надо уметь договариваться этот факт ошибка не в мужчинах авто что слишком веришь в любовь а я считаю это мой плюс я что люди должны быть в чем-то наивные тогда они в душе остаются детьми и молодо выглядят я не идеализирую любовь но любовь это очень светлые чувства правда в ненужные люди в моей жизни ухода я очень что шаг от свиньи забрал свиней вот так вот крыс должен не принести какую-то душевную гармонию семью любовь и и ребеночка это мой год я крыса крыса мой год наступил кто-то вот 3 35 радио вы молодец прям реально мать героиня это очень круто это мне так мама говорит что хорошо что я сейчас поняла и раскрыла мужчину до свадьбы ребенка не потом когда бы уже нереально было что-то решать оставайся такой же девочка мне пишут вот видите а кому-то моя наивность только плюс как мне высказание водонаевый честно а что за высказывание водонаевый бывший пытался вернуть дел много поступков я уже рассказывала но к сожалению я не смогу принять эту ситуацию поэтому нет кто должен больше зарабатывать мужчина конечно в идеале я не хочу надрываться в отношениях и тянуть мужчину на себе опять по поводу рима да что ж такое нет с римом мы не общаемся карине я заплатила заплатила давайте не будем считать мои деньги если интересно напишу вам в личку так вот мне говорят что я не выгляжу старородящие выгляжу лет на 30 уже хорошо хотела повернуться на 10 лет назад ой не 10 лет назад я рассталась с гобозом он не изменил с эрикой потом встречался с сокол из меонии не близко не хочу мне и в этом возрасте это комфортно мозгов побольше выгляжу получше ой а че ты мне не лайкаете а куда вы все пропали люди ау как у меня сознанием английского ну так на уровне школьной программы фирвекс не помогает я вчера пила фирвекс у меня было 38,6 он помогает при начальных простудных заболеваниях когда уже адский заболел уже фирвекс не поможет расскажи про испанцев их менталитет ой слушайте ну да может быть это мой отдельный пост посвятите я могу с кем в париж конечно могу экскурсию строить честно не с кем поехать я очень хочу в париж но моих подруг отпуска летом а больше я не знаю с кем полететь не знаю честно одной но конечно не хочется в париж лететь а крыса кстати главное чтобы вот крыс людей не принес крыса охранительный знак семейный все в стаю все в норку очень выживаемые единство кто при ядерном взрыве выживают крыса охранительное существо прошаренная хитрая себе на уме выживаемая поэтому очень круто быть крысы так родила бы для себя нет однозначно нет для себя я бы не родила я не хочу ребенка сделать изначально без отцовщины и без любви родить просто себе ребенку я не буду его любить в отношениях ли я сейчас нет не в отношениях как я могла любить габозов я не любила габозов я была влюблена увлечена им но не любила его когда приедет барни я рассчитываю в конце января в начале февраля барни приедет мы по крайней мере так думаю еще пока на конкретную дату не договаривались вот меня уже лечить собрались прикольно чё не спишь скоро пойду антибиотики я уже приняла ну как бы я же не могу только на одних лекарствах сидеть тут как бы меня уже микаш организм перенасытился лекарствами кстати пост про испанию я писала полистайте мою ленту кто спрашивал у меня все в ленте есть вы просто невнимательно как-то посмотрели с кем я сейчас живу ни с кем 1 1 в трехкомнатной квартире такт на секунду одна не хочет в париж одной страшно в париж я же там ничего не знаю ты веришь дави кто такая дава а бузовский чувак этот я с ним не знакома не могу сказать верю я ему или нет кто-то мне пишет четвертый раз ирина что вы написали простите что скажешь про жестом а что я про него должна сказать так говорят похорошела спасибо ешь побольше витаминов спасибо он кто-то нравится моему брату а я нравлюсь вашему брату спасибо приятно так но все ребят будем прощаться по ходу потому что у меня опять разряжать телефон были на дачу снова его зарядить вот у меня сел этот какого господи пауэр походу за зарядка лезть ну короче будем с вами прощаться постараюсь сохранить эфир вот всего вам самого светлого доброго постараюсь выходить почаще вот если у меня лайкает спасибо если есть какие то вопросы задавайте в личку в директ без проблем постараюсь вам на все ответить